Приветствую вас, дорогие мои друзья! It's me Mario! Вернее, не совсем Марио, а тот человек, который сегодня им будет управлять. У микрофона Хюнт, вы смотрите канал Поки Пика Проджект. Мы с вами продолжаем проходить New Super Mario Bros. 2 для платформы Nintendo 3DS. Сейчас немножечко разберусь здесь с управлением. Что-то у меня здесь подсбилось. Мы с вами до снежного мира добрались в прошлой серии, если я ничего не путаю. Здесь у нас снова дом с привидениями, который в прошлом мире отказался нормально работать. Будем надеяться, что в этот раз проблем не будет. Тут заодно и эмулятор сам по себе обновился. Так, с управлением вроде как полный порядок. Ну, тогда погнали. Джойстик я заменил, так что мои жалобы на сломанный геймпад теперь будут неактуальны. Тут есть дверь и возможность пройти выше. Давайте сперва вот в эту дверь зайдем. Очередной мэншин, лабиринт. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Дела! Такого я точно не ожидал. Здесь хода нет. Дверца. А если не спешить в нее заходить? Так, она оказалась не настоящей. Тихо! Ага. Листик, листик! Листик! Отлично. Так, там была дорога назад. Я слегка заблудился. Господи, да что что происходит-то вообще? Безумие. Стены то сходятся, то расходятся. Куда идти решительно непонятно. О, а здесь подъем. Такс. Наверное, вот сюда. А, возвращение было сделано для того, чтобы это... А, мы могли монетку взять большую. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Еще одну. Отлично. Жизнь-ка есть. Сейчас бы еще один листик бы найти. Так, успеть-успеть. Погнали. Успеем. Есть. Нам, по-моему, это ничего не дало, правда, но в любом случае мы собрали. А здесь секретная дверца. Соскучился я по Марио. Довольно давно не играл, в силу различных причин. Ух ты, стены сжиматься начали. Думал, сейчас неспешно соберем. Пришлось собирать в спешке. Ну ладно. Такс. Ага. А нам и не надо пользоваться этим трамплином. Мы лучше вот так вот разбежимся и взлетим прямо на вершину флагштока. Отлично. Где-то мы с вами потеряли две больших монетки. Есть у меня несколько предположений, где они могли находиться, но думаю мы сюда еще вернемся. Не сейчас, так когда-нибудь потом. У нас с вами открыты два маршрута. Давайте забежим. Соберем несколько жизней у Тодда. Жадный Тодд, думаю, жизни пять нам отсыпит. Диапазон сотни мы преодолеем. У нас сейчас 97 жизней. Пора в трехзначные числа уже переходить. Раз жизнь. Два жизнь. Три жизнь. Четыре. И погнали. Вот это я понимаю. Вот это подборка. Спасибо Тодд, на тебе хвостом по башке. Шесть жизней насобирали, можно отсюда смело уходить. Такс, а куда теперь? Есть вариант уровень 4.2 и, я так понимаю, 4а. Ну давайте сперва сюда зайдем. Здесь есть возможность потом открыть за пять золотых монет с пауэрапом комнатку. Такс. Держи. Ох ты, шикарно. Вот теперь заживем. Бах. Как же хорошо, когда геймпад себя ведет адекватно. Вы не представляете, какое это счастье. О. Еще сейчас золотой блок бы выбить. Отлично. Просто роскошно. Конечно, приятнее играть на оригинальной приставке, но... Коли уж так. За неимением такой возможности. Опа. Знаете, мы, наверное, здесь даже допрыгнем. Отлично. Приятный уровень такой. Снежный, тематический. Много очень разных куб ходит. А может, на жизнь наскребем, а? Ах. И всего пять монеток. Скользит, конечно, Марио. Но это не страшно. Знаете, здесь можно пробить дырку. Не в ту сторону пнул. Боюсь ломать. Зря боялся. По-любому здесь что-то есть. И я не ошибся. Причем я мог заблокировать эту жизнь. Сейчас абсолютно случайно. За софт лочить. И тогда бы мы ее с вами уже не достали. Но повезло. Берем второй цветок. Хвост нам здесь явно не потребуется. Чекпоинт. Пока идем неплохо. Уверенно, я бы даже сказал. Но есть предположение, что все равно где-то я упустил большие монетки. Потому что уже довольно далеко прошли. И всего одна она у меня. О, отлично. Так, здесь надо не спешить, а хорошенько подумать. Так, здесь битл. Жук полозить. Полозить. Успеть. А, я понял. Нужно просто раньше прибежать, чем попал. Блок ударит вот этот самый жук. И нет, мы ничего пока с вами не пропустили. Так, как бы здесь-то сделать? Отлично. Ай! Ну оно того стоило. Ничего не пойму. Ух ты! Да вы шутите. Здесь другого выхода нет. Только через трубу, да? Неприятно. Ладно, спустимся. А, здесь еще одна труба. Что-то я заблудился немножко. А, это просто вернуться назад, чтобы заново не проходить это задание. А в эту трубу уже нельзя. Так, этого выкинуть, товарища. Ни одного гумбы на уровне. Трех выбил. Пиранья плентов. Ой, чуть не упал. Вот, смотрите, я вам покажу один трюк, о котором я забыл в прошлый раз. Можно ведь выбивать монеты черепашими панцирями. То есть не обязательно самому эти самые монеты собирать. Иногда они находятся в таких местах, куда подлезть абсолютно никак невозможно. И вот в таком случае мы бросаем панцирь и достаем таким образом монетку. Это, кстати, у нас в одном из прошлых уровней было. И еще один момент, который я хотел бы отметить по прошлой серии. В прошлой серии я, пересматривая... Там я где-то, по-моему, говорил, что не удается мне найти, где находятся несколько золотых монеток, но при этом они были в кадре. Я их видел прям своими глазами, эти монеты, уже пересматривая футажи свои. Так что невнимательность. Просто невнимательность. У нас 6663 монетки. До миллионов пока очень далеко. Так, подождите. Берем хвост. И вот так делаем. Маленький грибок нам не нужен. Очень сомнительный пауэрап. Необычный, да, специфический, но... Но нет. Нет, давайте все-таки сперва вернемся назад и пройдем уровень 4А. Это дополнительный уровень. И что он из себя представляет, очень интересно. Он, на удивление, вовсе не ледяной. Ой, ой-ой. Тут гумбы. Мне не нравятся эти товарищи. А, вот здесь спуститься можно, да? Это издевательство. Если я хотя бы на одного из них напрыгиваю, то я автоматически оказываюсь вверху. Так, давайте подождем. Ох, как сложно. Давай-давай-давай-давай. Есть. А может быть стоит дальше пройтись снизу? Так, ну для начала давайте, знаете, что сделаем? Я все-таки нажму на цветочек. Я не знаю, низом идти или верхом. Внизу трубы. Хорошо еще, знаете, что мне нравится? В отличие от старых игр про Марио. Например, там, Дэндевских. И прочих, и же с ними. Ай-яй-яй. Здесь нет такой проблемы, как... Как бы это описать-то? Короче, когда экран... Назад нельзя скроллить, обратно. Мигаю, пойдет, воспользуемся. Блин, я уже маленький. Давайте рискнем. Да. Я знал, что этим может закончиться. Плюс теперь мы еще будем начинать маленьким Марио. Ну ладно. Хотелось мне просто в одну из синих труб залезть попробовать. А теперь придется заново доставать... Еще и вон ту монету. А, ну с другой стороны у нас грибок тут есть. Да как здесь проходить вообще? Давайте, ладно, пока пропустим. Или все-таки вернемся. Ничего страшного. Так и было задумано. Нет, не полезем мы, ребят, в синюю трубу. И в зеленую не полезем. Хотя, может быть, и вернемся. Давайте сперва сделаем вот так. Да, мы вернемся с вами. Я так легко не сдаюсь. Отлично. Отлично. Что мешало так делать сразу, а? Отстаньте от меня. Ай. Все-таки ошибка. Но зеленая труба в любом случае посещаемая. Вот так, в небеса. Там была еще одна труба. Жизнь-ка. По-моему, я допустил ошибку, да? Хотя... Мы можем успеть вот так вот разбежаться. А отсюда разбежаться вот сюда. Ой. И теперь мне уже вряд ли, наверное, получится. То, что я хотел сделать в том блоке, получить максимум монеток. Да что такое? И все. Из-за того, что долго между первым ударом... Время было долгое между первым ударом и вторым. Поэтому вот так вот получилось. И все-таки я иду на еще больший риск. Все-таки возвращаюсь и пытаюсь спуститься. И ни та, ни другая непосещаема. Ладно. Не знаю, на что я надеялся. Зря только наш грибок потерял. Пять монет. Это даже не серьезно. Да как бы срезать, а? Отлично. Ага. Я знаю, как достать, но... Не уверен, что это вообще реально. Хотя здесь есть еще один способ. Не менее рискованный, но... Нет-нет-нет-нет-нет. Меня монетками не прельстишь такими. Нашли дурачка. Что же интересно здесь-то лежит? Мини-гриб. А-а-а. В догонялки поиграем. Я понял. Я понял. Мы едим мини-гриб. И делаем вот так. И мы собрали все три. Отлично. Вырвались. В идеале бы, конечно, нам бы чекпоинт. А совсем в идеале конец уровня. Ничего себе он отпрыгивает. Пусть даже и не на верхушку. Главное, что прошли. Главное, что все собрали. Мы там потихоньку подобрались с вами к башне. К крепости. Но еще не к замку. Ну, не знаю. Может быть, стоит куда-нибудь вернуться? Нет, ладно. Давайте посмотрим, что здесь есть сперва. Что из себя представляет этот... Четыре крепость. Уровень... О, нет. Вертикальный автоскроллер. Так, ну я хоть... Грибок нормальный нашел. Ай! И так же его потерял быстро. И так же еще быстрее умер. Так, ладно. Что-то пошло не так. Не по моему плану. Давайте вернемся. Тут вернуться, я так понимаю, некуда, да? Ну, давайте посмотрим мир один. Есть у меня там возможность что-нибудь... Пополнить себе. Да, есть. Смотрите-ка. Я так понимаю, они периодически восстанавливаются, эти домики с грибами. Я точно не помню, не уверен, но должны. Так-с. Мы с вами берем сперва хвост, а потом берем с вами гриву. Ну, то есть цветок. И в хвост, и в гриву. Так, давайте в мир четыре вернемся. И теперь-то уже, будучи полностью накачанными спецспособностями, цветочками и листочками, будем изничтожать вражин. Здесь еще один цветок. И, наверное, так будет даже лучше. Так, не спешить, к стенкам не прилепливаться. Ай! Ну, это ж надо вот так вот было, а. Так, сейчас очень аккуратный жест. Отлично, успел. Так, все, теперь внимательно. Умница Олег. Еще больше умница Олег. Отлично. Просто здорово. Так, ладно. Не падай. Нет. И еще лучше. Соскользил. Так. Я потерял все, что мы с вами накопили. И придется проходить эту башенку маленьким Марио. Так. С концентрацией. Не терять. Скользко еще очень. Видите, какая поверхность скользкая? Марио скользит. Марио скользит. Из-за этого очень тяжело. Ну, если играть аккуратно, как я сейчас, то все будет хорошо. А вот эти блоки, если на них долго стоять, они, видите, падают. Вот этого жука мы пока бросать не будем. Да. Олег просто умница. Не обратил внимания. Ух ты. Звелищно вышло. Вот здесь что можно сделать? Только умереть. Нечего там делать без спецспособностей. Я вас понял. Все опять за этой монеткой. Жадность меня сгубила. Не будем больше жадничать, ребят. Она того не стоит, эта монетка. Надо будет вернемся. Будучи подготовленными. А пока не лезем. Всего-навсего неспешно. Проходим уровень. Вот этот вот цветок меня подставил сильно, да? Он, оказывается, вместе с нами едет. А я на это внимания не обратил. Но этот раз я могу сделать вот так. Идеально. Пятьдесят. Эх, выкинул его. Почем зря выкинул. Ладно. Вот так. Чемпионский ход был. Отличный счет. Одного избавились. Здесь ход для маленького Марио есть. Труба и дверь. Давайте. А, в трубу нельзя. Труба это, видимо, в маленькую заходишь и с большой выходишь. Так, сперва брать чекпоинт. Это я уже научен. Только потом выбивать призы. Потому что... Вот видите. Цветок. Если бы я сперва выбил здесь, то тут был бы грибок. И за чекпоинт мне бы уже ничего не дали. Так, погнали. Тельцератопсы опять. Нет, еще рано. Цветок, цветок, цветок. Второй. Очень хорошо. Ага. Здесь быстро, 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 быстро действуем. Прижиськи. Давай, 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 давай. Успел. Погнали. И что вы этим хотите сказать? Я вас не боюсь, товарищи. Жизнь. Ух ты, еще в трубу залез. Случайно. А в чем прикол? Я думал, здесь что-нибудь будет. А здесь будет альтернативный выход из уровня, ребят. Вообще случайно попал на альтернативный выход. Ай. Как-то прыгают ведь люди, а. Не знаю. Раз, два, три. Три. А-а-а. Еще разок. Как бы не вышло, это будет вот последний раз. Раз, два. Ну, обещал, что последний, значит последний. Так, это альтернативный выход, а основной. И куда этот альтернативный нас приведет? Здесь же вроде как... Ух ты. Прикольно. Давайте сперва пойдем по альтернативному пути. Немножечко поглядим, что там есть. Желтый домик, желтый, желтый. А что такое желтый домик? Я забыл уже. Мы в таком были. А-а-а. Сундук с золотым этим. С золотым хвостом. Да-да-да, золотой цветок. Не хвост, а цветок. Самый классный пауэрап в игре. Ух, и где бы его потратить, а? Мир 4С. Вы с вами видите то обходными путями, то прямыми. Нет, здесь-то, конечно, я его тратить не буду. Что это за уровень такой, мне абсолютно непонятно. Я лучше вернусь в какой-нибудь из ранних. И в нем потрачу этот супер пауэрап. Честно говоря, вот этот уровень я не помню вообще. Некоторые еще более-менее как-то, знаете, в голове отложились. Знаете, а там есть ход наверх. И не один. Вот, например, вот здесь. Здесь, конечно, уже посложнее. Ну, технически и туда залезть реально. Но я думаю, мы этого делать с вами не будем. Навряд ли там есть что-то ценное. Этого выбиваем. Колючего. Очень странно выглядит этот враг. Такой прям очень чумовой даже для вселенной Марио. Так, спешить не надо выбивать, я понял. Сперва убиваем врага. Потом забираем монетку. И лишь потом что-то еще. Ребят, если хотите увидеть какой-нибудь... Ой, не поймал. Прохождение еще 3DS-овских игр, то обязательно называйте... Ну, сбрасывайте название игр. Вместе посмотрим, что там есть. Библиотека в 3DS на самом деле очень интересная. Большая, богатая. По-хорошему я бы хотел очень пройти покемонов. Но, боюсь, что может мне не хватить знания английского, чтобы хорошо вам подавать информацию. Чтобы было интересно, собственно говоря, с сюжетом разбираться. Ничего себе. Эпично было. Ну, можно попробовать на самом деле с покемонами. Там какой-нибудь Омега Рубин, например, или Икс Игрик. Альфа Сапфир. Не так много и выходило. Ультра Сан, Ультра Мун. Кстати, Ультра Сан и Ультра Мун я так и не проходил до сих пор. Я прошел оригинальный Мун у себя на приставке и на этом, собственно, у меня. Закончилось знакомство с этим поколением покемонов. С крайним. Так, погнали. Это будет сложно. Ну, я даже не близок к тому, чтобы это все собрать. Так, этого грохнули. Что ж такой здоровый-то, а? Ты больше многих боссов, чувак. Так, этого убили, а значит, дальше будет легко. О, а там ход есть налево. Почему я стабильно выбиваю самое меньшее количество монет? Ведь вероятность-то примерно равная. Они же одинаковое количество времени светятся. вижу дырку. Отлично, мы с вами собрали все монеты. А здесь очередной выход. Ну, здесь тоже будет совсем просто. Есть смысл нырять в эти ямки. Потому что дают дополнительные монетки. А в этой игре монетки это... Ай! Если не все, то очень многое. Потерял я все-таки в конце свой цветок. Ничего страшного в этом нет. Мы прошли уровень. Вы знаете... Вы знаете... А мы, может быть, сейчас пойдем с вами на смелый шаг. Мы вернемся обратно сюда. И здесь я использую большой цветок. Представляете? Вот так. Это смело довольно. Но он же вроде как убивает всех врагов. Да. Так что он нам сейчас позволит здесь и легче пройти. И заодно монет накопить. Вот и все. Все куда проще становится. И не нужны нам здесь никакие помощники. В виде жуков. Главное самому ошибок не допускать. Типа там погоня вот за этими вот монетками. А я все равно их выбил. Вот здесь вот. Раз, два и все. И мы забираем. Вообще обычно я стараюсь на простые уровни тратить. Этот пауэрап. Но знаете, здесь... Получилась удивительная на самом деле история. Что так чуть ли не легче. Ух ты! Проходим. Дают еще один цветок. Но он нам ничего не даст. Просто дополнительная тысяча очков. Погнали. Я так понимаю, я там точно что-то пропустил. И ничего там опять же ужасного нет. Здесь еще троица жизней. Мы еще и становимся бессмертными. Ну, цветком своим не пользуемся. О! А она здесь была? А, мы до сюда не дошли в прошлый раз. Ну и все. Ну и все. Теперь можно смело открывать дверь и убивать... А, не понял. А, не поспешил ли я сюда залезать, а? Странно. Ладно. Ух ты! А, кстати, можно было и этих побить еще немножко. Ладно, не важно. Мы с вами приближаемся к концовке уровня. Это куда важнее. Ну уж в формате золотого Марио. Это будет очень легко, несмотря на то, что колеса стало два. Все. Вот и весь босс. Позолоченный Марио круче всех. В такой вот цыганской расцветке, которая из него вдруг исчезла, мы успешно справились с динозавриками. Ну что ж, на этом, наверное, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Очень надеюсь, что вам нравятся наши прохождения. Увидимся уже совсем-совсем скоро. Думаю, в следующей серии мы обязательно добьем четвертый мир и перейдем к пятому. Хорошего вам настроения, положительных эмоций и самых-самых замечательных игр. До скорых встреч, дорогие мои друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...